Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. На Россию нахлынула горячая волна. Гидромедцентр предупреждает об аномальной жаре и рекомендует пить больше воды и надевать головные уборы. Если вернуться на 76 лет назад, то в этот день утро было дождливым. Сегодня исторический день. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад в честь победы над фашистской Германией. Дождливым летним утром по Москве чеканья шаг прошли тысячи солдат и офицеров, только что вернувшихся с войны. На парад пригласили тех, кто отличился в сражениях и имел боевые ордена. Парад победы принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. К параду необходимо было шить для всех участников новую форму. Работу выполнили в считанные дни. Для создания штандартов, под которыми должны были выходить сводные полки фронтов, обратились к художникам из мастерских Большого театра. Как отметили тогда в газете «Правда», каждого из тех, кто шагал в стройных шеренгах сводного полка, можно назвать героем. Благодаря нашим предкам, нашим ветеранам мы живем под мирным небом и радуемся каждому дню, радуемся успехам своих родных, друзей, коллег, детей. Каждый человек талантлив по-своему. Талант – это не обязательно поэт, художник, певец. Талантлив может быть кулинар, педагог, врач, портниха. У каждого человека свой талант, свое призвание. Только нужно заметить его вовремя и развивать, особенно в детском возрасте. А талантливых детей с каждым днем становится все больше и больше. И сегодня утром к нам в гости пришел будущий скульптор Умар Хачиров. Доброе утро, Умар. Присаживайся. Умар, ты пришел сегодня к нам не один. Во-первых, ты принес свой волшебный сундучок. Я знаю, что в этом сундучке там твои замечательные фигурки из пластилина. На правах хозяйки можно ты передашь мне. Я немного похозяйничаю. Передашь мне сундучок. Так, а пока рассказывай, кто к нам еще пришел. Это черепашонок Рафаэль. Я его назвал в честь черепахи-ниндзя из мультика «Черепашки-ниндзя». Рафаэль. Так, замечательно. О Рафаэле, я думаю, мы еще поговорим. А для начала мы должны сейчас... Выставить? Да, показать телезрителям все твое творение. Ты мне будешь помогать. Твои фигурки я видела два года назад. Да. У тебя дома их просто неограниченное количество. Их очень много. Скажи, вот за два года что изменилось? Я думаю, что в твоей коллекции еще добавилось. Да. Расскажи. Ну, с тех пор у меня все изменилось. Я стал все лучше и лучше лепить. Да, я заметила. Я за два года стал лучше лепить, прогресс. Да, у тебя прогресс налицо. Ты у тебя просто повысил свое мастерство. Да, это еще маленькая половина. Это не то, что маленькая. Это, знаешь, вот такая крохотная часть. Я хочу сказать нашим телезрителям, что это вот малая часть, которую Умар сегодня принес нам. А дома у него очень много и, кстати, очень... Коллекция огромная. Огромная, да, Умарча, правильно. Огромная коллекция. Красивых фигурок. Я видела это своими глазами. Невозможно все это принести к нам в студию. Я хочу сказать, что там, кого только нет. Там и политики, артисты, да, эстрады, шоу-бизнеса. Да, но я в основном люблю лепить мультяшных персонажей. Я заметила, у тебя очень много мультяшных персонажей. Я их очень люблю. Вот, к примеру, смотри. Это Нюша из Смешарика. Нюша из Смешарика. Вот, Каркарыч из Смешарика. Мне нравится. А вот какой Лунтик. Вы посмотрите, какой Лунтик. Да. Просто как из мультика, да? Вот он к нам сейчас как будто с экрана сошел и зашел к нам в студию, да? Да. Как точно, Умар, ты передаешь образ. И цвет. И цвет особенно. Вот скажи, как бы, пластилин у нас как цвета радуги, да? Ну, обычный как-то. Ну, разноцвет. Ну, несколько цветов, да? Да. И ты, получается, смешиваешь и достигаешь вот такого цвета, да? К примеру, как Лунтик. Так. Некоторые не смешивают там с ММД, с Губкобобом. Так, давай. Вот, ты знаешь, у меня просто глаза разбегаются. Посмотрите, какой Барбоскин. Это кто он? Дружок. 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 Какой взгляд, улыбка. Умар, как у тебя удается вот так точно передавать образ? Вот скажи, вот ты долго работаешь над фигуркой? Ну, я, если у меня вдохновение, я могу за пять минут. А некоторые фигурки я леплю три дня, четыре. Например, вот эту фигурку я четыре дня лепил. Так, я здесь, видимо... Ну, переделывал, мне не нравилось, и вот. А бывает, вот ты, например, вот лепишь, 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 вроде бы все, уже заканчиваешь, и потом можешь вот так смять? Да, ну, если мне не нравится, и несколько дней переделываешь. Переделываешь потом, да? Или по новой даже начинаешь? Да. Так, хорошо. У нас даже есть здесь телеоператор. Вот я заметила, вот, с видеокамеры. Это кто это, герой такой? Из какого мультфильма? Это герой из мультфильма «Мегамозг» «Холстерт» его зовут. Ну, очень круто. Слушай, настолько вот точно ты слепил телекамеру, вот как будто сейчас он будет нас снимать, да? Очень круто. Вот еще это. Мне очень нравится. Так, это, получается, он таким стал потом, да? Да, вот, вот он без камеры. Он без камеры, с камерой, и вот конечный результат, да, в мультфильме он... А почему он перевоплотился, то он с камерой? Его «Мегамозг» таким сделал, превратил. Превратил его. Да, хотел сделать как вот такой. А-а-а. Ой, слушай, ну здесь столько героев, столько героев. Так, где-то я видела здесь и Филиппа Киркорова. Так, где у нас тут? Вон он. Филипп Киркоров, вот, он прямо рядом со мной. Вот, посмотрите, какой Филипп Киркоров. У нас длиноногий, да? Да. Ну, это еще тот образ Филиппа Киркорова, он сейчас седой, Филипп Киркоров, а здесь он тебе такой темноволосый. Обычный. Да, темноволосый, каким он был раньше. Ну, очень точно. Очень точно. И глаза, и ресницы. И глаза, и даже ресницы. Вот тебе удается... Да, там ресницы есть. Ну, просто это ювелирная работа. Вот, Умар, как ты вот делаешь эти реснички? Это же настолько сложно. Я раскатываю тонко руками. Руками прям все раскатываешь, да? Ну, это, посмотри, ресничку как надо тонко раскатывать. Это как ниточка она получается, правильно? Так, Маша. Маша, медведь у нас сегодня здесь, да? Да, Маша. Маша дома, наверное, осталась отдыхать. Так, ну вот они все барбоскины. Да, это Гена. Гена у нас. Так. Концы панда. Смотрите. Ой, какая панда, какая панда. Так, песик такой забавный у нас. Так, ММ Дэнс. Так, а ну-ка Шрека поднимай. Что у нас там развалился, Шрек? Ну, вот он. Какой замечательный Шрек. Но у него хрупкие ноги. У него хрупкие ножки, да, но он сам очень мощный, да, у нас, Шрек? Да, да, да. Смотри, как точно. Губы, да. Да, губы. Губы, вот челюсть, да? Да, губы. Да. Ну, это очень сложно, Умар. Ну, для меня нет. Для тебя нет, конечно. Ты очень талантливый мальчик. Ну, вообще, возможно научиться? Да, конечно. Если ты хочешь. Так, а вот у нас еще близнецы лежат. Кто это такие? Познакомь нас. Это Джулс, а это Тео. Так, а ну-ка покажи на камеру, поверни их. Так, а откуда они, из какого мультфильма они? Это из мультика «Чудики». «Чудики» такие? Да, а это их дядя. Ух ты, какой мощный дядя. А щеки-то какие у дяди? Это там еда, он так испачкался в еде. А-а-а. Это он такой... Он обжора? Да, он очень... Он любит покушать. Да, и пузо. Заметно. Слушай, а как представляешь, что это пузо, сложно ли пить это пузо? Ну да, да, да. Его, ну, пузо трудно. Скажи, а вот... Там и карандаш есть за ухом. И карандаш, ну надо же, слушай. Ну ты вот все детали, да, чётко... И второй подбородок. Да, ты чётко вот выполняешь всё. У тебя все детальки. Даже вот в прическе, да, у тебя разные прически. Да, там текстура волос. Я вижу, да. Настолько вот точно ты даже прическу вот передаёшь. Да, кучерявые волосы такие, текстуровые. Скажи, а вот, к примеру, как тебе приходит идея, вот кого слепить? Вот, к примеру, да? Ну я смотрю телефон или телевизор, и если мне нравится какой-то персонаж, то я им вдохновляюсь и леплю его. Ну, к примеру, ты включил там какой-то телеканал, да, с мультиками? Или телефон. Да, вот сидишь, смотришь, смотришь, или телефон взял, и что ты думаешь, ах, а не слепить бы мне... Да-да-да, хэлла стёрта. Да, вот. Очень мне нравится этот персонаж. Скажи, в день сколько ты лепишь? Вот ты лепишь с утра до ночи? Ну, иногда в 3 часа ночи леплю. А вдохновение-то когда приходит, днём или ночью? Иногда в 3 часа ночи, иногда днём. Наверняка у тебя есть кумир, да, среди скульпторов? Да, я раньше хотел стать как Зураб Церетели, а сейчас хочу стать как Мадам Тюсо, потому что она лепит такие красивые восковые фигуры, прям как будто живые люди. Скажи, ну вот Мадам Тюсо всё же работает как бы с воском, да? Да-да. Работала с воском. Да, с воском. Вот, ну а у тебя нет вот в мечтах, может, в твоих, что в будущем, может, а вот ты тоже попробуешь как Мадам Тюсо из воска делать фигуры? Ну, как-нибудь попробую. Ну, пока вот твой материал это пластилин. Да, я не могу другими... Да, и хочу сказать, что самый обыкновенный пластилин, да? Да, это всё обычный пластилин. Потому что сейчас множество пластилина, но ты выбираешь вот самый такой... Обычный. Обычный, можно сказать, советский пластилин. Ну, если сказать вот про твою коллекцию, сколько вот фигурок в твоей коллекции ты не считаешь? Нет, там три стола. Три стола? Ещё по всему дому я там раздал. Ну, получается, очень много. Очень много. Куда ни глянь, твои фигурки. Но всё-таки, Умар, ты не только вот мультяшных героев, да, лепишь, но и политиков, да? Да, раньше. Да, я знаю, у тебя в твоей коллекции есть и Владимир Путин. Нет. Был у тебя Путин? Да, был. Был. В твоей коллекции был Трамп. Он уже ещё есть. Ещё есть в твоей коллекции, да? Да. Ты любишь... Ну, это старые фигурки. Ты любишь лепить спортсменов, я знаю, да? Да, да, да. У меня вообще стол, там люди в основном, но вообще спортсмены, бойцы. Бойцы. Ну, ещё знаешь, что я заметила? Мне кажется, всё же, хоть у тебя и много мультяшных вот фигурок, да, героев таких мультяшных, но, мне кажется, ты любишь лепить именно человека, да? Ну, да. Скажи, а вот из спортсменов кто твой кумир? Ну, нету, но там Макс Холовой, там... Ну, я знаю, что... Мне нравится. Тебе нравятся высокие люди, да? Да, да, да. И в твоей коллекции наверняка есть, да? Да, я в основном... Филипп Киркоров тоже высокий, да? Да, там Николай Валуев. Валуев. Тебе очень нравится Валуев, я знаю. Умар, ну скажи, пожалуйста, вот всё же, это твоё детское увлечение или твоя мечта? Мечта стать скульптором, очень знаменитым человеком. Ну, мне очень нравится твоя мечта. Я думаю, что она обязательно исполнится, и ты всё для этого делаешь. Ты прилагаешь все свои силы, весь свой талант. Ты воплощаешь вот в этих фигурках, и своими детскими ручками ты творишь просто чудеса. Я думаю, что... Это даже Майк Тайсон. Вот он, Майк Тайсон. Как же мы могли про Тайсона-то забыть? Смотри, какие это... Даже пояс, да, его чемпионский? Чемпионский пояс. А улыбка, ну точно, и глаза, и его перчатки, и даже мышцы. Ты посмотри, как точно, да? Да, это молодой ещё Тайсон. Молодой Тайсон, да. Сейчас наверняка он чуть-чуть не такой. Уже, наверное, не те мышцы у Тайсона. Ещё Конор. А, это Конор тот самый. Ой, а как же мы Конора не заметили. Ну, слушай, ну, не знаю, зрители увидят, не увидят эти... Там татуировки маленькие. Татуировки на теле. Вы посмотрите, какие микроскопические татуировки. Умар, ну ты как ювелир, вот честно сказать. Ты знаешь, вот ювелиры кропотливо сидят и вот просто под микроскопом там делают произведения искусства. Я думаю, тебя тоже можно приравнять к ювелирам, потому что это ювелирная работа. И твои фигуры – это тоже произведение искусства. Вот хочу показать Юрия Гагарина. Это трудно было. А в чём трудность-то состояла? Ну, скафандр. Скафандр, да, слепить. И вообще лицо. Лицо, да, в скафандр. Но лицо уж похоже. Очень похоже. И, кстати, здесь написано «СССР». Только размылось. Ой, мне всё нравится. Ты знаешь, вот всё нравится. Умар, ну знаешь что? Вот я сейчас сижу и мечтаю. А знаешь, о чём я мечтаю? Я знаю, что ты за короткое время можешь слепить любую фигурку из пластилина. Да, да, да. И прямо сейчас я хочу, чтобы ты это сделал, продемонстрировал. Но что ты будешь слепить? Я хочу, чтобы ты слепил что-то вот для меня. Мне очень хочется. А что? Вот я думаю. Мне нравятся очень кошки, да? И я, как и ты, очень люблю мультфильмы. И не так давно я смотрела новый мультипликационный фильм. Называется «Барбоскины на даче». Пушок. Да, ну там... Ты мог. Да, но там хоть и собаки, но появилось два героя, как ты уже сказал. Два новых героя. Пушок и дымок. Дымок злой, а Пушок такой добрый. Хитрый. А, Пушок. Пушок добрый. Пушок добрый. А дымок хитрый. А дымок очень хитрый, да. Но я хочу сейчас попросить нашего режиссёра, чтобы было понятно нашим телезрителям, вообще о чём мы ведём речь, о ком мы говорим, чтобы они нам показали на экране вот этих двух котов Пушка и Дымка. Покажите нам, пожалуйста. Там какой-то дед внуков привозит. Не понял. Это наше место. Не, ну так-то оно общее. Что, что, что? Ну, конечно, они не правы. Развели тут, котовасия. Вот, посмотри, какие они замечательные. И ты принёс с собой пластилин. Вот. Пластилин принёс. Так, как раз смотри, там и синий цвет, и зелёный. Ну, в общем, все цвета есть у тебя, да. И я хочу, чтобы ты прямо сейчас слепил для меня двух этих забавных котов. Ну что, рискнём за две минуты? Пока Умар липит. Поговорим о планах на лето, а точнее на отдых. Турция открыта для российских туристов. Большинство отелей на побережье Краснодарского края и Крыма забронировано. И всё же, как провести отпуск? На море с сестрой, с дедушкой, с братом, с мамой. Больше времени провести с друзьями и повеселиться как можно больше. Будем отдыхать, гулять, может, работать. На работу ходить и отдыхать в парке здесь. И по возможности, если получится, съездим на море. После пандемии сейчас работаю, отпуска нет. Поэтому, значит, состоится, наверное, на будущий отпуск. Я всё равно поеду на море, в любом случае. Страшновато, но поеду. А как без моря? Сейчас мы возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях будущий скульптор Умар Хачиров. Итак, Умар, я хочу, как в сказке, знаешь, по щучьему веленью, по моему хотенью, пусть пушок и дымок появятся в нашей студии. Вот они. Ура! За две минуты вот Умар слепил вот таких замечательных котов. Да. Так, пушок у нас какой? Добрый, да, да. Котовенький, да? Ара-сара, ну, типа рыжий. Вот, а это у нас дымок, да? Такой хитрый. Да. Вот так. Вот эти детские ручки сотворили за две минуты. Мне очень нравится. Ты мне даришь? Да. Спасибо тебе огромное. Вот теперь часть твоей коллекции будет у меня храниться дома. Замечательно. Умар, мы совсем забыли про нашего второго гостя. Совершенно забыли. Рафаэль уже уснул. Да. Так, и Рафаэль все проспал. Да. Всю нашу беседу. Так, надо его разбудить. Умар, ну расскажи, как вот пришла идея завести черепашку? Как вот пришла идея? Вот ты решил, сказал, мама, хочу черепаху? Нет. А как было? Ну, у моей сестры, у Камилы, появилась черепашка. Она мне очень сильно понравилась. И я захотел тоже завести черепашонка. Вот. Так. Я его назвал Рафаэль, а дома я его называю Черепашка-Пашка. Так, по-домашнему. Так, Черепашка-Пашка, а ну-ка. Он опять засыпает. Черепашка, прыгни ко мне на ладошку. Мы его сейчас разбудим, Черепашку-Пашку. Вот такой Рафаэль. Умар, ну я думала, что все же ты назвал в честь итальянского живописца Рафаэля. Нет. А в честь кого? В честь мультяшного персонажа из Черепашек-Нидзя. Черепашек-Нидзя. Ну ты знаешь, я буквально на днях узнала, знаешь, какую информацию? Что именно черепашку-Нидзя назвали Рафаэлем в честь итальянского живописца. Так что все пазлы у нас сошлись. Воплотил ты Рафаэля пластилини. Он, наверное, хочет водички полежать. Да, вот. Я тебе желаю огромных успехов в твоем творчестве. У тебя все еще впереди. У тебя большое будущее. Тебе от нашей программы сейчас очень модный, как это назвать? А, поп-ит. Поп-ит. Вот. И, конечно, мы тебе дарим пластилин. Я думаю, он тебе пригодится. В подарок тебе от нашей программы. Спасибо. Вот эта бабочка, она очень яркая, как краски лета. Я желаю, чтобы ты прекрасно провел каникулы, чтобы все три месяца лета были насыщенными, яркими и подарили тебе много позитива и хорошее настроение. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесии» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Продолжение следует...